Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас мы с вами находимся в новостной ленте от компании Google. Каждое утро просматривая последние новости, очень это интересно в области политики, экономики, медицины, психологии и так далее. Сегодня я столкнулся с новостью из разряда абсолютный полный бред. Сейчас я до нее дойду, в этой новостной ленте. Так, где вот она? А, ну вот она. Психологи. Человек, делающий большое количество селфи, болен неврозом. Ткнул я на это вот в разделе здоровья, эта новость у меня появилась. Значит, таких новостей очень-очень много проскальзывает. Очень часто используются английские или ученые из Великобритании исследовали то-то, то-то, то-то. Ученые из Америки открыли то-то, то-то, то-то. Вот таких исследований, таких результатов очень много появляется. Ну, в частности, вот здесь вот в основной, которую я пользуюсь, новостной ленте от Google. И вот давайте прочитаем. Не хотел я сначала транслировать эту новость, но тем не менее, продемонстрировать некий идиотизм, бредовость того, что иногда попадает в новости, мне очень хочется. Давайте прочитаем. Итак, психологи, человек, делающий большое количество селфи, болен неврозом. Селфи, я так понимаю, что это фотография, сделанная, значит, человеком с помощью своего, как правило, мобильного устройства. Покупают специальные такие палки для селфи, значит, крепят на них свой телефон или фотоаппарат. И, соответственно, фотографируют самого себя в каких-то необычных ситуациях, в каком-то необычном месте. И отправляют это все, соответственно, на какой-то социальный сервис. Ну, предположим, там, Инстаграм, Фейсбук и так далее, и так далее. Надо сказать, что я вообще не понимаю таких явлений, как Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, что там у нас еще есть и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти социальные сети, я их не понимаю, возможно, они кому-то нравятся. Многие люди ВКонтакте, многие люди проводят там большое количество времени, сидят часами, общаются с друзьями. Вот такие вот, не знаю, наверное, до крайности, если довести это явление, можно сказать, что это некий уход от реальности, аутизм и так далее, и тому подобные вещи. Вот эти все социальные сети. Подменяется живое общение, жизнь реальная, подменяется уходом, опять же, в какой-то мир иной, как это происходит обычно у не очень здоровых людей. Но это как бы узаконено, это люди этим пользуются, любят это, выкладываются и фотографии, и селфи вот эти, да, то есть фото самого себя. Ну и, собственно, новость-то она о чем? О том, что человек, делающий более шести почему-то, почему не пять, не семь, а более шести селфи в день, болен неврозом. То есть у него присутствуют какие-то психические расстройства. Настолько это слабый, латентный признак этого явления, что вот само по себе это сообщение, эта статья, она свидетельство того, что человек вообще не понимает психологии человека, не понимает никаких исследований, голословное утверждение, ничем не подкрепленное, абсолютно далекое от какой-либо серьезной научной деятельности, расчетов, науки и так далее. Психология, медицинская психология, если говорить о каких-то болезненных состояниях у человека, она очень точная наука на самом деле. Она сродни математике, физике, биологии, я не знаю. То есть, а тут периодически появляются абсурдные, идиотские, бредовые новости, посвященные каким-то событиям в области психологии, в области внутренней личной жизни человека, его попытки разобраться в его личности, структуре и так далее. Очень много-много-много голословных вот таких вот исследований, утверждений. Я вот даже не буду зачитывать эту новость, кому интересно, может поставить на паузу видео и прочитать ее. То есть, некий психолог, руководящий неким центром, делит людей на некоторые категории и делает вывод, больше 6 селфи в день, это приводит и связано с заболеванием неврозом. Бред полный, абсолютное сумасшествие какое-то. Я прошу вас, уважаемые пользователи, дифференцировать такие сообщения от настоящей психологической работы, психологической работы, связанной с изучением психики человека, его психологии и так далее. Ну вот, пожалуй, все, о чем я хотел сегодня вам сказать. Впереди нас ждут много интересных видео, в частности, по автоматизированным методикам, по качественным методикам, бланковым методикам. А самое главное, я надеюсь, в ближайшее время на канале ЛПФО мы будем проводить некий конкурс. Ну, об этом нечто, об этом я уже давно думал, и, наверное, в ближайшее время мы этот конкурс проведем. Очень интересный. Так что следите за обновлениями, смотрите нас, ставьте лайки, отмечайте в своих каких-то сетях социальных тех же. И заходите, не теряйтесь. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...